А теперь давайте поговорим про ошибки, связанные с раскладкой плитки. Первое это обрезки плитки на видимых местах. Узкие обрезки плитки в углах. Нет симметрии по краям стены. Вот посмотрите образец нашей работы. Здесь вот плиточкой такой выложен балкон, точнее лоджия. Посмотрите какая симметрия. Мы делали точное позиционирование, чтобы обрезки по краям составляли ровно половину вот этого кирпичика. И по двум краям слева и справа они абсолютно идентичны. Еще такая ошибка есть, как обрезают 3D плитку или декор. 3D плитка это плитка, у которой верхняя плоскость не плоская, а имеет какой-то рельеф. Также бывает, что закрывают примыкание уголком. Мы уже говорили, что уголок это прошлый век. В современных условиях нельзя его использовать, потому что он портит весь вид. И неправильный подбор затирки. Также одна из ошибок. Давайте сначала поговорим о том, как мы должны определить самое видное место в ванной или в санузле. Представьте мысленно, что вы вошли в ванную комнату с закрытыми глазами и открыли глаза. Что вы в первую очередь увидите? Тут есть два варианта. Либо вы увидите то место, которое расположено прямо напротив входа. Ну, в первую очередь речь, конечно, идет о маленьких санузлах. Либо вы увидите самый большой сантехнический прибор, который сразу прикует ваш взгляд. В маленьком санузле это получится раковина или унитаз. А в большой ванной комнате это будет ванная либо душевая кабина. И обращаю ваше внимание, что раскладку плитки мы начинаем именно с этого места. Если речь идет о ванне, то мы начинаем целый ряд плитки от верхнего края ванны. Не с потолка, не от пола тем более. А именно, если у нас самая главная композиция, самый центр ванной комнаты это ванна, собственно, тогда начинаем плитку именно от ее верхнего края. Вторая проблема – ситуация, когда у нас появляются узкие обрезки. Плиточники стараются загнать их в какой-нибудь угол. Если он заботится о хозяине, он постарается найти самый невидимый угол, какой-нибудь малозаметный. Но, честно говоря, это тоже не лучший вариант. Я вам предлагаю следующий вариант. Вот вместо того, чтобы получить вот такую комбинацию, как мы видим на верхнем ряду, нужно просто сместить немножко ряды вот этой плиточки и сделать так, чтобы у вас по краям оказалось две вставки, но они не узкие, их ширина больше, чем половина плитки. Таким образом мы получим красивую стену, то есть эти вставки не будут бросаться в глаза своему родству. Следующий момент – нужно правильно располагать различные элементы на стене относительно плиточных швов, относительно рисунка плитки. Вот посмотрите на рисунки. Неправильное сочетание рисунка, плитки и конструктивных элементов. В данном случае конструктивным элементом является кнопка с инсталляцией. Вот это некрасиво, да, потому что мы видим, что наезжает на нижний шов эта кнопочка. Здесь мы видим, что тоже никакой симметрии, аналогично справа или наверху. Как это должно быть красиво? Вот вам вариант. Ну, самый лучший, когда у нас кнопка инсталляции расположена прямо посередине плитки. Либо вот здесь, вот посмотрите, в точном перекрестии четырех плиточек. Ну, есть еще вариант симпатичный, когда ровно посередине между верхней и нижней плиткой, либо ровно посередине между левой и правой плиткой. В таком случае мы видим какую-то гармонию, и вот эта кнопка располагается красиво относительно основы, состоящей из керамической плитки.